В этом году исполняется 100 лет отечественному альпинизму, и это особая дата для всех, кто любит горы. А Донбасс считается колыбелью альпинизма, и именно там прошел первый горный фестиваль, на который съехались именитые альпинисты. Один из организаторов мероприятия, основатель проекта «Связки», председатель горной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения Русского географического общества Дмитрий Захаренков. Об истории альпинизма, совместном проекте Карачаева-Черкесского и Петербургского РГО, и не только, он рассказал о Лединаевой. А я с вами прощаюсь, хорошего вам настроения и всего доброго. Здравствуйте, Дмитрий, очень рада вас видеть в Донбассе. Сегодня такой замечательный праздник, посвященный столетию альпинизма, проходит здесь в поселке. Расскажите, вот вас пригласили, да, или вы организатор мероприятия? Здравствуйте, Алла. Да, так получилось, что некоторое время тому назад Назир Байчуров обратился ко мне с предложением организовать этот фестиваль и пригласил меня поучаствовать в этом. Я с удовольствием принял приглашение, так как моя главная общественная работа напрямую связана с историей альпинизма и с вкладом альпинизма в формирование наших ценностей. Вот, ну и вот я здесь. Не первый раз, вот, и, конечно, я здесь ходил. Вот, например, буквально два года назад в составе альпинизмских сборов «Штурм», который был организован в том числе и с нашим участием, я совершал учебные восхождения на окрестные вершины, вот, самое любимое на Пик-э-не, что тут рядом. Вот, что касается гостей фестиваля, да, я знаю многих, знаком, ходил вместе в горах, там, в том числе вот с гордостью могу сказать, что мне довелось ходить вместе с Николаем Дмитриевичем Черным в Гималаях, мы разведывали путь подъема на вершину Мардзихимал. Это было в 18-м году, и тогда Николаю Дмитриевичу было 80 лет. Так что знакомство с такими людьми, с таким опытом, с таким багажом уже само по себе обязывает. Для меня это почетно. Это человек, о котором я узнал в 82-м году. Я тогда занимался горным туризмом, 82-й год был год моего первого руководства, и, конечно, я бредил горами, как и все мои соратники. И когда мы узнали о том, что Советский Союз готовит экспедицию в Гималайя с посаждением на верес, мы, конечно, следили за этими событиями и читали все, что можно было прочитать. И эти люди для нас были просто небожителями. А Гималайи были для нас меккой, землей обетованной, абсолютно недостижимым пространством. И тогда у меня возникла мечта попасть в эти самые Гималайи когда-нибудь, может быть. Прошло 35 лет. В 2017 году так получилось, что сложился трек в Гималайи вокруг восьмитысячника Монаслу. И первым человеком, который встретил нас в Катманду, которого я увидел в Катманду, был Николай Черный. То есть я не знал этого. Передо мной стоял Николай Черный, который представился просто, дядя Коля. И с ним мы прошли весь трек, жили в одной палатке. То есть он мне рассказывал всякую и всячину. Ну а потом мы познакомились ближе, и мне даже удалось с ним сходить в поход, в восхождение. Это очень душевный человек, очень открытый, очень щедрый, вот так скажем. И делится он всем, что узнал, всем, что умеет. Он очень прост в общении. Ну без этого в горах невозможно. Невозможно. Вот. И по ощущениям человек очень мощный. Вот. Может быть, он вам говорил уже в интервью, вы знаете, что он по профессии металлург. И занимался он в отрасли, которая называется черной металлургия. Николай Черный. С говорящей фамилией, да. Вот. Но Николай Черный заслуженный мастер спорта. Это звание он получил за участие в том легендарном восхождении 1982 года. Но потом многократно возвращался в Гималайи не только как участник, но как организатор и руководитель высотных экспедиций. Многочисленных. Значит, у него есть звание заслуженного тренера. То есть он воспитал большое количество альпинистов-восходителей. Только в нашей стране произошло такое разделение. Во всем мире люди, которые ходят в горы, говорят, что их занятие – это маунтейниринг. Горнинг, если перевести вольно. А в нашей стране так получилось, что возникло два направления. Горный туризм и альпидизм, как самостоятельный вид спорта. Тогда он возник как способ формирования боеспособных подразделений, которые должны были работать в горах, воевать в горах. И, может быть, это и стало причиной того, что он обособился в отдельные направления. А так во всем мире это одно и то же. Ну, в общем, в горы я попал в 80-м году. Ходил во многих районах, стремился побывать во всех горных районах Советского Союза. И к 90-му году я выполнил норматив кандидата мастера спорта по горному туризму. Потом был перерыв. И в альпинизм я осознанно вернулся тогда, когда затеял проект с говорящим названием «В связке». Вот синий флаг вы, наверное, видели там внизу. Вот. Значит, я придумал проект, который рассказывал бы нашим соотечественникам про ценности, про культурный код альпинизма. Я глубоко убежден в том, что альпинизм – это не просто школа мужества. Это настоящая модель жизни. Я формулирую для себя так – горы – это территория роста. Это место, где человек покоряет не вершины, а себя. И с каждым разом становится сильнее, мощнее, приобретает новые качества. Вот это я вкладываю в понятие альпинизма. Я придумал, ну, не придумал, скажем, осознал, понял, сформулировал такую метафору. Когда человек поднимается на вершину, когда она его пускает, то вершина становится выше на рост восходителя. Вот на эти небольшие метр там с него, да? Вот. А когда она его отпускает, человека, то человек становится выше на высоту вершины. Понимаете? Такой вот паритет. И вот, кстати, один из гостей нашего фестиваля, Вадим Кириллович Неворотин, тоже известный альпинист с огромным опытом, даже посчитал, на какую высоту он забрался за свою жизнь. То есть, какую высоту он присоединил к своему росту. Это 500 километров. Без малого. То есть, вот так мы растем. Поэтому, кто кого покоряет вот в этой модели, становится очевидным. Еще один вот вопрос завершающий. Расскажите нам, пожалуйста, о сотрудничестве Русского географического общества Карачаева-Черкесского вот с вашим отделением Петербургского. Спасибо за вопрос. Да, я здесь не только как альпинист и основатель проекта в связке, а я здесь представляю горную комиссию Санкт-Петербургского городского отделения РГО, которую мне доверили возглавить в начале этого года. В Карачаево-Черкесии мы планируем очень интересный проект. Он связан с сохранением наследия семьи Утиковых, представительницей которого является Ирина Павловна Утикова, учительница географии, которая живет в Тиберде. Она сохранила в своем доме совершенно уникальные вещи, книги, артефакты, коллекции, картины, которые представляют собой по-настоящему музейную ценность. И вот совместно с Карачаево-Черкесским отделением мы хотели бы сделать эту коллекцию доступной для людей. И одна из наших задач сейчас здесь, на ближайшее время, сформировать этот проект и запустить его. Спасибо, Дмитрий, что нашли время и ответили на наши вопросы. Благодарю за интервью. До свидания.